Бийские предприниматели несут убытки из-за нерасторопности и не спланированной работы бийских коммунальщиков. Одна из заправок на улице Севастопольской. Уже второй день не досчитывается клиентов и выручки. АЗС пришлось закрыть, но то время, пока спецслужбы не откачают воду с проезжей части. Вода дошла с фронт готового моста. Вот ее сейчас перекрыли, чтобы направили в Дунай. А так, заправку даже закрыли. Все машины ехали через заправку, даже заправиться никто не подъезжал. Приехал хозяин, закрыли. А, заправка даже не работает? Нет, ну, ведь она закрыта. Я вот устаю, чтобы не порвали, не заехали. Голубой Дунай в районе переезда начал разливаться еще накануне. Вода побежала там бурным потоком. Возникла серьезная угроза затопления улицы Трофимова и потопления жилых домов. В срочном порядке сотрудники МЧС соорудили возле тоннеля песочную дамбу. По идее, сооружение направляет талые дождевые воды в траншею. Однако, вода с другой стороны отсыпки так и осталась на проезжей части. По словам очевидцев, вчера коммунальщики пытались откачать образовавшуюся лужу с дороги прямо в канаву. Однако, успехом это не увенчалось. Водители по-прежнему бороздят водную гладь. Отметен, что Голубой Дунай до такой степени разливался раз в пять лет. Добавим, что движение транспорта из-за высокого уровня воды здесь перекрыли еще на прошлой неделе.